Приветствую вас, Мария. Собственно, ответом на ваш вопрос является то, что вам необходима нежность со стороны мужа и то, что вы в этом активно нуждаетесь. Понимаете, то, что вас именно разрывает от того, что вам хочется нежности, свидетельствует о неудовлетворенной потребности какой-то. Свидетельствует о том, что вы не целостны, что вы не самодостаточная система. Что вот чего-то вам не хватает. И понятно, что каждый человек хочет нежности и каждый человек любит, когда к нему проявляют нежность, ласку, тепло и заботу. Но нуждаться в этом, нуждаться в этом так, чтобы ревновать к ребенку, это, конечно, уже свидетельствует о том, что вам самой чего-то не хватает. Чего может не хватать вам? Ну, вам не может не хватать ощущение, что вы значимы, что вы любимы, что вы ценны. То есть, здесь, как вы видите, все подходит к тому, как вы воспринимаете сами себя, грубо говоря. И, судя по тому, что я, значит, вижу, вы относитесь к себе крайне не очень. То есть, вы себя обесцениваете, то есть, вы воспринимаете на свой счет позицию мужа. Кстати, кстати, о мужа. Вот, казалось бы, есть женщина Мария, которая хочет ревности, ой, хочет нежности, нежности, хочет нежности. И, которой нужно проявление внимания, которой нужно, нужны объятия, да, все это вот женщине Марии нужно. Но почему-то женщина Мария выбирает себе такого мужчину, который не любит обниматься, который не любит нежности, судя по тому, что вы пишете. И еще, и еще, женщина Мария почему-то воспринимает, как соперницу 14-летнего ребенка. То есть, вы не позиционируете себя, как взрослую женщину, и не позиционируете себя, как полноценного, равного партнера для своего мужа. Вы конкурируете с девочкой. Это означает, что вы себя чувствуете тоже девочкой. Но если поведение девочки вас задевает, то вы сами чувствуете себя тоже девочкой. И, как девочка, вы нуждаетесь в родителей. Ведь ваш муж относится к своей сестре, как родитель, потому что неважно, как она себя ведет, но у нее действительно там не очень все хорошо сложилось в жизни. Ваш муж относится к ней, как к родителям. Вы ревнуете к его поведению, как к родителям. Это означает, что вам нужен родитель. И если вам нужен родитель, то у вас незавершенные отношения с родителями. Болезненное восприятие родителей. И, соответственно, у вас наличествуют детские, скорее всего, обиды. У вас наличествуют, скорее всего, какие-то вот детские переживания, которые не завершились и перетекли во взрослую жизнь. Вот, есть такой вот элемент, да, детская такая вот незрелость по каким-то вопросам. Незавершенность. Фактически, есть ведь основания, Мария, по которым вы на свой счет воспринимаете то, как ведет себя ваш муж со своей сестрой и с вами. Вот. Понятно, что вы не уверены в себе. Это понятно. Понятно, что вы где-то в чем-то в себе сомневаетесь. Понятно, что вы не чувствуете себя реализованной. Потому что ревность – это как раз-таки реализация, это неуверенность в себе, это страх одиночества, это сравнивание себя с другими людьми. Есть причина, по которым вы так себя ощущаете. И вот с этими причинами нужна работа. Понимаете? В определенном случае ваши отношения с мужем просто могут расстаться, потому что вы, по сути, хотите, чтобы мочь относилась к вам так же как к сестре, то есть как к ребенку. Но если мужчина начнет относиться к вам как к ребенку или воспринимать вас как к ребенку, то как к женщине он вас видит, представляете? Ну, при условии, что сейчас он сам ведет себя именно так, как его представление должен вести себя мужчина и женщина. То есть, с одной стороны, вы не отвечаете за свой выбор мужчины, то есть, вот вы выбор свой сделали, да, вы выбрали мужчину, но вы не отвечаете за этот выбор. С одной стороны, потому что вот мужчина, он не проявляет таких чувств у вас. И судя по тому, что вам необходимо нежность, вы целенаправленно выбрали такого мужчину, чтобы добиваться от него этой самой нежности. То есть, вы выбрали человека, который на то, что вам нужно, не готов. Ваши родители, скорее всего, вели себя по отношению к вам примерно так же. То есть, родители вам, по вашему мнению, чего-то не додавали, вы восприняли это на свой счет, сравнивая себя с другими детьми. Вот, и теперь выбираете такого же мужчину, который относится к вам примерно так же. Соответственно, с ним вы надеетесь доказать, доказать, что вы достойны любви, что вы достойны внимания и так далее. Хотя у вас это и не получается, потому что мужчины, да и ваши в общем родители не проявляли к вам каких-то чувств, не потому что не хотели. Потому что у них не было такой возможности. Но они не смогли адекватно давать это донести. А вы, глядя на то, как к другим людям относятся их родителям. Вы, соответственно, думаете, что это с вами что-то не так. Хотя, на самом деле, в общем-то, с вами все в порядке. Я думаю, что просто вот у вас родители, ну, были, и я надеюсь есть, такие, что они не были способны на чувства, на выражение чувств. Вот, в такой форме, какой вам хотелось. Вот, и, как бы, ну, в целом это скорее нормально, чем не нормально. Но вот дети, в силу своей, в силу своей непосредственных дети, они воспринимают это на свой счет. А вам желательно от этой позиции отойти, конечно же, вот, потому что, ну, потому что вам эта позиция мешает. Потому что вам она не позволяет чувствовать себя самодостаточной. А ответственность за недостаточность вы перекладываете, собственно говоря, на своего мужа. Который должен вам, ну, доказывать, что я так полагаю. Который должен вам показывать. Вот. Как арабы. Он этого не делает, и вы, соответственно, чувствуете себя хоть. Так что, я бы здесь обратил внимание на то, на то, почему вам так необходимо. Разобравшись как раз со своими чувствами, да, разобравшись как раз со своими эмоциями, со своими ощущениями, вот, со своими переживаниями в этом направлении. Вот. А вы сможете стать, условно говоря, более, ну, более независимой, что ли. Более независимой от действий мужа. Более самодостаточной, если угодно. Вот. Примерно так вам можно ответить. Вы говорите, что хотите разобраться в себе. Но пока что вы заявляете о том, что вам необходима нервность. Вам необходима нервность. И вы считаете, что ее, эту самую нервность, должен давать вам муж. Он, может быть, и должен ее давать. Но он должен ее давать вам, как женщине, и ровно в той форме, в какой он может это делать. Вы же, вы же, от него требуете определенного отношения к себе. И вот это является той деструктивной историей, которая мешает вам чувствовать себя хорошо. Зависимо. Ревность всегда порождает зависимость. Ну, либо всегда, либо практически всегда. Вот. К сожалению, к сожалению. К сожалению. И, соответственно, в этом направлении вам необходимо двигаться. В направлении усиления, увеличения вашей собственной автономности. Только через помещение уверенности в себе, вы можете рассчитывать на выстраивание отношений с мужем, на основе равноправия, на основе доверия, на основе искренности, на основе вот какого-то, такого, я бы сказал, безусловного, может быть, принятия себя. Вот. Вот. Это вот примерно то, что я могу вам сказать. Да? То есть, вы не завершили что-то из детства своего. Оставать до сих пор тревожит. И ребёнок, то есть, сестра вашего мужа, она вызывает вот эти, как раз, переживания. Вот. И это, естественно, вас тревожит, это, естественно, вас парит, естественно, вас напрягает, вызывает схожие ощущения. Вот. Потому что подобное вы уже переживали. Подобное вы уже переживали. Вот. И, естественно, не хотите переживать ещё, что, в принципе, является нормальным. acas, му. Это реально-то, по сути, защита, это защита от, от того, что вас, ну, от того, что вас напрягают, от того, что вас вводят в эээ… Настояние, тревоги, так вымечается эта тревогность, конечно. Но, проблему это, ну, проблему это не решает. К сожалению. А вот то, что я могу вам сказать пока что. То есть, нужно работать с вашей проблематикой. Потому что, ситуация вероятнее всего будет ухудшаться. Так что смотрите сами. Хотите ли вы разбираться в себе или нет. С нашей стороны, любой специалист будет рад вам помочь. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Спасибо за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Я надеюсь, что вы пересмотрите свое поведение. свое отношение к мужу и сестре. Вот. И пойдете в сторону взятия на себя личной ответственности. за то, что именно в вашей жизни происходит. Всего вам самого доброго. Удачи. Удачи.